Здравствуйте, уважаемые друзья, гости нашего канала. Сегодня мы с Мариной работаем для вас. В прошлом видео мы говорили о душе, на какие сутки она куда уходит, и как быстро, что с этим происходит. То есть я думал, я сниму одну часть, мы уложимся, но на самом деле, по ходу дела, тут еще одна или две части получится для понимания. Итак, попробуем разобраться, это очень сложно, потому что никто до этого это толком не знает, не делал, чтобы это полностью разложить на крупицы, но попытку сделаем. Есть тело, есть душа, вроде бы с этим разобрались. Есть еще сознание, программа так называемая. А ты сказал, есть четвертая какая-то субстанция. Это все-таки энергетические тела отдельно. Ну, смотри, тело отдельно можно разложить, душа отдельно. Третья – это программа сознания. И четвертая – это энергетические тела. Так ли это дело? Как тебе слово? Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, третий тело. Так, тело. Зашал. Ну, все четыре имеют место жить, все штуки. Да, все вот эти четыре направления, которые вы говорите, они все имеют жить. Да, но только тело, только в теле, да. Мы как раз начинаем вот обрабатывать мудрость, приобретать мудрость, да. Значит, вот видите, карта маг. Вот именно в теле человека. А все остальное энергетическое-то как бы вот идет в теле человека. Тут же вот это вот все развивается, такое все прижимистое. Ну, все это связано с телом человека, конечно же. И вот эти четыре направления связаны с телом человека. Все, тело умерло. Что остается на тонком плане? Душа, понятно, она ушла. Сознание живет дальше, если живет, как долго. И тела вот эти энергетические, они тоже отдельно живут? И как долго? Ну, энергетические дела по девятке кубков живут девять дней, однозначно. Девять дней. Вот эфирные вот эти тела, вот они все живут девять дней. Эфирные, астральные там, да? Да, девять дней. Вот видите, карта девятка кубков, и кубки это все-таки отвечают за душу. Значит, вот именно вот это вот все, вот это вот происходит, вот этих эфирных тел всего девять дней. Они потом растворяются как-то, или эта энергия как-то перерабатывается куда-то? Да. Ну, они все-таки уходят, уходят, растворяются. Каждый днем по одной больше, больше, и уходят такие вот все полностью, уже потом ничего не остается. По четверке Пентакли, я так скажу. Но они как-то самостоятельно себя осознают, вот эти тела, или это все, это просто как тени отпечатают? Нет, они не осознают себя, нет, это уже все, нет, нет, у них нет такого создания, у них не остается. Хорошо, а программа сознания, она отдельно существует на тонком плане все-таки? Когда мы себя осознаем, что вот это мы, но уже это как бы отпечаток тела на тонком плане. Есть ли такое или нет? Ну, осознание, наверное, конечно, я так думаю, что есть, думаю, что есть осознание. И сколько вот эта программа осознания, что этот мы как бы на тонком плане живет, находится и так далее отдельно, или она все-таки до следующего воплощения существует как-то, а потом опять как-то с душой соединяется, соединяется и с телом следующего. Ну, думаю, здесь какой-то до того момента, пока, наверное, не переродится, потому что здесь даже заключение контракта идет, работы, иллюзии, фантазии, и заключение контракта. Скорее всего, пока душа не переродится. То есть наше сознание на тонком плане существует постоянно, независимо от души. То есть, допустим, тело умерло, наш отпечаток сознания на тонком плане где-то находится в пространстве, вот душа там отдельно там, как бы в своей ячейке где-то там находится постоянно в зале ожидания. Сознание где-то есть, да, какой-то отпечаток сознания остается, да. И потом, когда опять мы зарождаемся... Природится уже душа для более другого опыта, тогда оно спирается, уходит. Ага, то есть как бы сознание потом опять соединяется с душой и с новым телом, как бы опять получается, как бы, ну... Новая. Структура новая, да, потом опять тело умирает, сознание отдельно... Вот видите, заключение контракта, да, вот понимаете, пока не переродится, да, а вот это всё остаётся, да, перерождение. То есть получается душа главная, потом идёт сознание второе место и третье уже тело. То есть как некий скафандр, аватар. Выходит так. О, более-менее разобрались, скажем. Да, конечно, детали есть там бесконечно, можно это шлифовать, разбираться, но хотя бы, чтобы, ну, понимание какое-то было у людей, и у нас... Вот мы с тобой говорили в каком-то видео, что когда душа, скажем так, отделяется от тела, там есть другая душа, проводник, так называемый. Он у всех есть в первый день? Или они в разные дни приходят за душами? Вы имеете так, которые встречают, когда человек... Встречают, да, провожают, чтобы душа не потерялась. А для встречи её нет? Чтобы не потерялась её, проводили там, сопроводили и так далее. Ну, видите, есть такие души даже, которые хотят убежать, не хотят возвращаться. Вот они как раз, видите, вот испытывают вот этот вот страх, что с ними происходит, да, боятся. Вот, возможно, вот этого белого свечения, а кто-то вообще его не видит, да, а кто-то, наоборот, готов к новому пути. Понимаете, душ очень разные. Не за всеми приходят, я скажу так. Некогда за некоторыми не приходят. Так, поподробнее эту тему раскроем. Потому что не приходят, потому что душа сама знает, куда идти. Видите, вот они приходят, вот она сама пошла. Ей не надо сопровождающего, понимаете. Она сама знает дорогу. Это те души, которые уже побывали на Земле, превоплощались не один десяток раз. Ну, то есть с каждой планеты свой ход какой-то души, да? То есть с одной планеты там один там, с другой другой. То есть не одинаковые выходы, да? То есть можно... Получается, что так. Потому что всё равно, видите, разум один. Да, тело, да, души разные. И путешествия у каждого разные. И опыт у всех разный. И опять же взойдут. И умеренность. Всё же таки приходят не за всеми. Вот именно приходят за более молодыми душами, которые действительно не знают, куда дорогу идти, да? А которые более уже зрелые души, она сама уйдёт. Вот поэтому она себя понимает, куда идти. И она, наоборот, этого даже хочет, как освобождение. Видит такого праздника такого, да? Наоборот, она наполняется, что вот наконец-то вот она пошла в свой мир, где вот давно куда хотела, да? Что обрела опыт на Земле, да? Вот она вот идёт. А молодая душа, вот она только встаёт на этот путь, как бы она в раздумье, где она действительно будет находиться. То ли это место в правильном направлении, то ли оно всё сделано на этом Земле, потому что земной шар держит, да? Все ли он выполнил задачи? Поэтому, да? Да, интересно. То есть душа в зависимости от его развития, понимания, программы, выполнения этой программы, настолько быстро она сразу попадает в зал ожидания, правильно? Или ещё всё-таки есть какие-то места, куда некоторые души могут до зала ожидания попадать? То есть что это за места такие, да? Что там происходит, да? То есть вот зал ожидания, потом после зала ожидания, либо, как ты говоришь, чистка медицинская, там, да, там, энергетическая, там, либо рай какой-то, да, условно назовём, где она отдыхает. Ну, видите, разум, опять же, двойка мечей, король мечей, всё-таки, конечно, присутствует чистка. Это, я так вам скажу, в начальных этапах, кому требуется какую душу направить, для, может быть, какое-то как лечение, всё-таки, понимаете, вот где-то она прибывает в какой-то комнате для восстановления, скорее всего. Потом она идёт туда, где именно вот за вот это ожидание, где она попадает на тот суд, возможно, или в тот путь, где вот, в принципе, ей говорят все её задачи, которые, как разбирают её, да, все ли она свои задачи выполнила, да. Ну, так, да. Ну, а когда душа… Однозначно есть комната вот именно лечения душ, однозначно есть это 100%, и потом попадает оно только позже, не сразу. Ну, вот душа, когда, допустим, приходит в зал ожидания, в зал суда, там, как его можно ещё назвать, разборы, скажем так, правильно не нравится. Это царь Кубков, да, вот как раз приходит в зал вот это ожидание, как раз, чтобы вот там ему сказали, что там выполнил ли он свою программу, или как, или он… Страшно? Страшно там или нет? Душа ощущает страх там, ещё что-то? Нет, наоборот, она туда плывёт, как бы с удовольствием даже. Я не вижу, что там будет боязнь какой-то, потому что там страшно, что-то такое. Говорит, нет, нет там боязни. Потому что даже, видите, даже он не стоит на ногах, ноги не трясутся, он на коне, потому что душа, наоборот, ощущает какую-то лёгкость, что ли, я даже скажу так. А те души, которые ты говоришь, пытаются убежать, это по незнанию, по неразвитости, да, или как? Ну, видите, вот мы вытянули девятку жезлов, да, слушайте, девятка жезлов говорит о том, что они боятся, что они не справились с земными задачами, вот он не знает, куда идти. Это всё же такие молодые души, вот молоденькие совсем, которые несколько раз там воплотились, и вот они каждый раз боятся. Которая зрелая душа, она даже себя ведёт на земле по-другому, да, потому что мы все разные. А молодые души, они как раз боятся, вот что там будет, вот их там думают, что вот как вот нас в школе наругать, или нас родители ругать, а там такого нету, понимаете, мы там одинаковые, мы там не может быть там кто-то любимый, кто-то нет, там все души одинаковые, вот именно для Создателя мы все одинаковые, а у тех людей всё равно подсознание работает так, что вот мы, может быть, нелюбимы, да, мы, может быть, что-то вот, и вот поэтому и боятся, понимаете, что вот их будут ругать. А их ругать-то никто не будет, их наоборот будет хвалить, допустим, если вот он выполнил какие-то задачи. Может быть, на этот момент ему кажется, что он плохо прожил жизнь, а с той точки зрения, что он именно набрался того опыта, которого он должен был вот именно на земле, вот этот вот опыт испытать, да, а он думает, что он, наоборот, с ним не справился. Ну вот ситуации разные есть, знаете, душа разная, каждый опыт мы набираем при разном воплощении, поэтому от незнания, скорее всего, вот души боятся. Ну, то есть, да, люди не понимают, что набираются и позитивного опыта, и негативного опыта, поэтому, когда знаний нету, вот они, да, боятся, и причем, когда приходят на такие каналы, как у нас, сразу гадости начинают писать, потому что с их мировоззрением это не сочетается, и вот родители их по-другому учили, религии по-другому учили, там, в школах, в институтах по-другому учили, а когда ты пытаешься людям, ну, рассказать так, как на самом деле есть, вот люди боятся этого, люди не воспринимают, люди тебя воспринимают как сумасшедшего какого-то и так далее. Конечно, с таким подходом, да, будет страшно, поэтому с тобой снимаем такие видео, чтобы людям было понятно. то есть получается вывод такой, что вот эти сутки первые, там, третий, там, девятые, сороковые и так далее, год, это все чисто вот с точки только религиозного понятия можно разгорать, а с точки зрения развития души это все индивидуально. Здесь все индивидуально, потому что, как рассматривали, здесь все равно все же такие, знаете, как есть такие материальные подвохи, и что кому было выгодно иметь от людей деньги, поэтому было и придумано все эти девять, десять, сорок дней, полгода. Это все же таки не для души, это для бытия на земле, да, где-то что-то кто-то, может быть, я так скажу, рисковато для кого-то, что выкачивание денег, допустим, да, что где-то там присутствуют все равно какие-то денежные эквиваленты, которые люди вкладывают в это вот происшествие, для людей горе, а кому-то это радостно живо. Видите, как-то солнце. Но в душе она ушла, ей этого не надо. Видите, она радуется, как ребенок. Видите, она переходит. Ей совершенно этого не нужно. Видите, Паша, нечесть стоит. Вот именно для ее разума, это вот то, что вот люди сидят, может быть, в качестве, даже просто люди бы, например, просто помянули бы хорошим словом, это и то хорошо, а вот это все, не знаю, душе не нужны, вот эти посиделки. Ну, с моей точки зрения, конечно. Хорошо. Да, такой вот важный вопрос. Считается, что чем чаще вспоминаешь у ушедшего родственника, да, тем хуже делаешь душе. То есть ты как бы своими воспоминаниями, ну, как бы замедляешь перерождение. То есть постоянно вспоминаешь, там, плачешь, там, вот в эту сторону его, эту свою энергию направляешь. Это мешает душе перерождаться? Лучше стараться не думать о ушедшем, да, то есть и все максимально. А то многие любят вспоминать, там, вещи какие-то оставляют специально, чтобы вспоминать, там, и так далее. Ну, вот смотрите, выпало два аркана, да, таких вот старших аркан, это справедливость и Ерафан. Вот вместе они, конечно, говорят, это как бы глубокий моральный принцип и вот Ерафан, да, который, в принципе, глубоко понимает эту суть. А справедливость-то больше всего как бы законодательная, да, такой вот четкая такая карта, которая, в принципе, как бы, ну, равновесия, что ли. И вот смотрите, Паш Кубков, возрождение. Все же таки, если человек хочет вспоминать, ну, здесь все же таки я не вижу, что прям вот, конечно, что вот слезы, слез я не вижу, да, может быть, это как раз относится к тем, которые просто вспоминают хорошими словами, например, добрыми словами, те души, да, которые вот, ну, в принципе, которых нужно вспоминать. Они им не мешают к перерождению. Видите, Паш Кубков, да, и в процессе вот с такими картами, может, что, наоборот, душа быстрее даже воплотится, вот, или она уже даже воплотилась, которые такие вот добротные души, которые хорош, они быстрее и с легкостью возрождаются. Быстро ушел, знаете, как говорят, и быстро вернулся, да, для какой-то программы другой. Ну, я не вижу, что это, в принципе, вообще мешает развитию. Я слез, потому что не вижу. Если, может быть, со слезами выпали бы карты, какие-то горести, да, там, может быть, по-другому бы сказались. Но здесь такого нету. Поэтому я затрудняюсь ответить. Ну, вообще вспоминать можно? Нужно ли это делать? Или как человеку нравится? Хочет вспоминает, хочет не вспоминает, хочет отпускает, хочет не отпускает, держит в себе там и так далее. Какие рекомендуют? Вот видите, здесь карта смерти, король кубков. Конечно, вот он говорит, если человек ушел, да, вот, он ушел-то в новое. Нас, кажется, смерть это пугает. Но, тем не менее, душа ушла в новое, в новое, в новую жизнь, в свою, вот, для нее тоже жизнь, да. Это нам здесь тяжело. Вот, конечно же, все-таки, король говорит о том, что поменьше выпивать людям надо. Вот, вот, конечно, может быть, я сейчас кому-то неправильно скажу, но, тем не менее, вот, для души вот эта вот выпивка не нужна. Вот, честно, вот, вот, потому что король кубков, он как раз отвечает за, вот, именно алкогольную такую зависимость. Ну, душе это не надо. А вещи, про вещи, которые мы сохраняем родственников, что с ними делать? Кому нравится, тот сохраняет, кому не нравится, сжигает, там, не знаю, отдает кому-то. Ну, вот, если кто хочет, он может оставить эти вещи, видите. А есть, в принципе, их можно с легкостью отдать, просто, может быть, кому-то они на этот момент просто нужнее. Но какую-то памятную вещь можно оставить, если вот она вам, в принципе, нужна. Прямо вы нуждаетесь в этой вещи, и вы его будете вспоминать, то, да, можете оставить. Ну, а лучше раздать и тем людям, которым она будет нужней. А фотографии, например, когда мы храним усопших, да, смотрим на них, вспоминаем? Ну, видите, здесь карта-отшельник, видите, фотографии, это всё-таки память, это всё-таки ваше продолжение рода, допустим, там, или что-то ещё. Ну, фотографии, пускай, конечно, остаются. Наоборот, это интересно пересматривать, даже рассматривать. Я так думаю, что пускай, конечно же, люди оставляют себе на память своих родственников, конечно. Наоборот, они будут чаще вспоминать даже их. Ну, то есть, это не мешает душе? Нет, не мешает. Когда фотография есть, мы всё время вспоминаем и так далее? Нет, это не мешает. То есть, мы у них не забираем никакую энергию и так далее? Нет. Всё-таки, рекомендация от Вселенной, Создателей, сжигать тело, хранить, ещё какие-то способы. Что лучше? Видите, как выпало? Если сжигать тело, в принципе, тройка мечей, она, конечно, говорит о том, что как переживаем печаль, что возможно, что с телом нельзя будет прийти, как на могилку, допустим, да, вот что-то, её как бы нету, да, вот на могилке, да, люди как бы всё равно привержены к чему-то такому земному, да, вот если вот похоронили, вот видите, папажу Пентакли, приходите постоянно на могилке, как бы ухаживаете, а если вот тело сгорит, ну, по факту, вот это вот всё, всё-то заходит в деньги, видите, на здоровье. И скажем так, что в большой части, что вот вы или сожгёте, или похороните, в большой части для души, это ничего не меняет, понимаете. Наоборот, даже если сожгли тело, допустим, да, она быстрее даже, наоборот, как-то уходит, что её даже вот как-то с лёгкостью, что ли, быстрее как-то даже, как-то вот раз и всё, как-то быстрее. а по колесу фортуны, конечно же, идёт так, как объяснить-то, что могут дольше, например, допустим, какие-то колёса, как, знаете, что-то как вставляют, как-то вот. Но задерживается, да, переход? Возможно, потому что как-то что-то как-то придерживает. Если вот, например, сожгли быстро, знаете, вот так вот раз, и она легко ушла, то с колесом фортуны можно сказать, что, конечно же, она уйдёт, да, будет уход, но как-то вот более, как-то вот тяжеловасто, что ли. Вот с чем это связано? Как-то тяжело, как-то вот, понимаете, может быть, что земля будет дольше держать вот это тело, понимаете, пока там, тут очень много животных вот выпадает, что вот видать. Душу, да, держать? А, скорее всего, едят, вот тело, вот это вот, понимаете, вот это вот, и вот это переходит в животных, как-то вот, вот такое вот, понимаете, как-то тяжело вот так. Ну а загрязнение почвы, например, это же плохо Когда тело охоронено, почва загрязняется Ну вот видите, она не плодородная Вот видите, Паш, стоит Пентакли И ничего нету на этой площадке Вот она ничего нельзя выращивать на этом, видите Соответственно, да, конечно, это почва забирается Выращивать ничего нельзя Продолжение нельзя делать на этих погостах А вообще места, где вот кладбище, например, да Это с точки зрения живому человеку Лучше там лишний раз не находиться Это отрицательно влияет на человека Или это вообще никак не влияет? Хороший вопрос, сейчас посмотрим Ну, знаете, по карту Шуту и Королева Кубков Можно сказать так, что в принципе Часто на кладбище ходить не нужно Нужно ходить в какое-то определённое своё время Да, вот Королева Кубков, да В какую-то дату Вот сто процентов, конечно же, посещение кладбища А просто так вот ходить на кладбище не стоит Всё-таки там, видите, горы и как-то вот там Больше тёмные энергетики, да Вот как бы вот вы пришли, попроведывали родственников Прибрались, видите, тут камешки, да, положили Возможно, даже вот Королева сидит И тут камешки, если хорошо видно То вот конфетки положили там Помянули, прибрались А просто вот приходить туда вот в пустую не стоит Вот много здесь такой тяжёлой энергетики Которая не даёт роста, понимаете Всё-таки, ну, мёртвые забирают У души, вот эта вот земля, возможно, знаете Вот, ей настолько тяжело Когда вот она вот такой грусть несёт Что вот именно вот это вот место Такое вот тёмное, тяжёлое такое Да, вот ей тоже надо чем-то подпитываться Скорее всего так Хорошо, благодарим Марину Благодарим, что были с нами Пишите обязательно свои мысли, комментарии Подписывайтесь на наш YouTube-канал, Telegram Каналовую группу в Telegram Там больше информации И кого интересует, конечно же, личная консультация Вот, обращайтесь, всегда поможем Вот, пишем многие вопросы И помощь сейчас многим уже доступна с тонкого плана Желаю вам развития, отличного настроения Увидимся в новых видео, до свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!